Друзья, здравствуйте! Зовут меня Локтенов Андрей Геннадьевич. Я приветствую вас на своем канале, где мы с вами обсуждаем вопросы по пластической хирургии. Сегодня поговорим на такую тему, как сделать бразильскую попу, то есть пересадка жира в попу, ну и, если говорить по-научному, липофилинг ягодиц. И сразу вам хочу напомнить, что есть ссылочка, если по ней пройдете, вы запишитесь ко мне на бесплатную консультацию. Итак, мы начинаем. Итак, друзья, в последнее время очень популярна стала эстетическая операция, которая заключается в увеличении объема и изменении формы ягодичной области. Так называемое формирование бразильской попы. Но вначале действительно там, да, все гнались за большими попами. Сейчас эта тенденция чуть-чуть поутихла. Все-таки фигуры наших женщин, они не совсем как бы коррелируются, да, с бразильскими фигурами. Поэтому сейчас попы, может быть, стали не такие большие, как их делали в самом начале. Но все равно достаточно популярная операция. И тенденция такая, что в результате этой операции женщина хочет получить, во-первых, попу чуть большего объема. Самое главное – красивая круглая форма. Строение ягодичной области анатомически таково, что у нас имеются там определенные западения, особенно в области тазобедренного сустава. Такие ямки, да, и никакими физическими упражнениями исправить эту форму практически невозможно. Все равно эти западения остаются. И вот с помощью данной операции, с помощью так называемого липофилинга эту проблему очень легко можно исправить, скорректировать. Что же такое липофилинг? Липофилинг – это пересадка собственного жира. Есть так называемые области доноры, а сама ягодичная область в данном случае является рецепентом, то есть она принимает этот жир. Откуда же можно брать жир? Ну, данные области, такие как бока, живот, бедра, там в достаточном количестве есть и очень хороший по качеству жир, который при определенной подготовке пересаживается как раз в ягодичную область. Есть специальные инструменты, о них я, кстати, рассказывал в своих предыдущих роликах. Сначала производится так называемая липосакция, вот я это делаю с помощью специального аппарата, тоже есть ролик по поводу этого аппарата. Происходит забор жировой ткани, потом специальным образом она обрабатывается, и далее, опять же, специальными инструментами, у нас все специально, понимаете, по-другому никак. Этот жир вводится в ягодичную область. С помощью этих вот конюль мы распределяем жир, он вводится только подкожное, глубокие слои сейчас жир не вводится, поскольку это очень опасно, а подкожное его можно вводить, но в среднем это от 500 до литров в каждую ягодичную область за одну операцию можно ввести. В зависимости, опять же, что хочет получить пациентка, какой объем ягодиц, какие размеры ягодиц она хочет получить в результате данной операции. Вот это все, конечно, обговаривается перед операцией, ну и уже сам доктор, сам хирург решает, какой объем надо пересадить для того, чтобы получить тот результат, который хочет пациентка. Опять же, сразу хочу сказать, что, к сожалению, не весь жир, который мы пересаживаем, он приживается. В среднем где-то это 60-70% пересаженного жира окончательно остается в этой области. 30-40% рассасывается, то есть уходит. Это тоже надо знать, и, соответственно, во время операции делается такая чуть гиперкоррекция, то есть вводится чуть больше жира в понимании того, что какой-то определенный объем все равно уйдет, и мы все равно достигнем тех параметров, тех значений, которые обговаривали, которые планировали перед самой операцией. Иногда приходится делать несколько сессий пересадок этого жира, то есть сделали одну операцию, через 4 месяца оценили результат, если хочется еще, значит, делается вторая сессия, делается повторная пересадка. Ну, действительно, операция очень хорошая, очень позитивная, хороший эффект, практически осложнений после операции не бывает, вот, и пациентки все довольны, поскольку получают то, что хотят, это объемную, красивую попу, как ее еще по-другому назвать, красивую ягодичную область. Друзья, я сегодня рассказал вам об операции липофилинг ягодиц, если вопросы остались, пожалуйста, пишите, я расскажу более подробно те вопросы, которые вас интересуют. Ну, а если вы пройдете по ссылочке, которая к этому видео прикреплена, вы запишетесь ко мне на индивидуальную консультацию, и на этой консультации мы все подробно с вами разберем. Я вам покажу фотографии, как изменяется ягодичная область в результате операции, и вы сами поймете, оцените и примете решение, делать вам эту операцию или нет. С вами я прощаюсь, и до скорых встреч, желаю вам здоровья, удачи!